Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Крачево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Ровно в 4 часа утра у Вечного огня парка Победы республиканской столицы началась вахта памяти. В республике, как и по всей стране, прошла мемориальная акция «Оборванный мир». Ценой собственной жизни победил фашизм. В поселке Орженикизовскому мемориал защитникам перевала в Кавказе захоронили останки 10 советских солдат. Проблемы и недовольство к управляющим компаниям сложились практически у каждого пришедшего на прием к министру ЖКХ Евгению Гордиенко. Три системы ультразвуковой диагностики, два аппарата искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии. Новое оборудование отправили в три районные больницы республики. Сегодня в России день памяти и скорби. Ровно 80 лет назад в 4 часа утра фашистская Германия безо всякого объявления войны вторглась в западные рубежи Советского Союза. Памятные мероприятия в рамках мемориальной акции «Оборванный мир» сегодня прошли по всей стране. На вахту памяти этой ночью вышел почетный караул воспитанников Центра военно-патриотического воспитания Черкесска. Ахмад Халкевич продолжит. Мемориальная акция «Оборванный мир» проводится не первый год. В ночь с 21 на 22 июня у Вечного огня парка «Победа республиканской столицы» именно в 4.00 утра вступает вахта памяти. Это время, с которого в 41-м пошел отсчет печальной летописи Великой Отечественной войны. Войны, которая разделила историю нашей страны на до и после. На Советский Союз обрушился доселе невиданная в практике мировых войн мощь армии фашистских захватчиков. Непримиримая борьба нашего Отечества, длевшаяся 1418 дней, увенчалась не только победой СССР над Германией, но и стала, по сути, освобождением всего человечества от коричневой чумы. Цель у нас всегда только одна – это показать всем, в том числе и детям, что такое война, чтобы в их памяти это всегда оставалось той трагической, тяжелой датой и тем событиям, которые никогда забывать нельзя. Житель Черкеска Владимир Бондарев пришел на мемориал со своей дочерью Викторией. Он выразил уверенность в том, что только святая память от тех, кто ценой своей жизни спас нашу Родину и будущие поколения, поможет нам воспитать достойных граждан для нашей великой страны. Сердце болит то, что столько людей погибло. Ну, я не мог пропустить это и привел ребенка с собой. Ну, мы помним о них и не забываем. Захотел прийти, и мне это важно. Потому что они шли за нашу жизнь. А если мы забудем, что страшное может пройти с нами? Не будет любви в наше время и ничего такого. В немыслимо высокую цену обошелся нашему народу мир во всем мире. Эта война унесла свыше 26 миллионов жизней наших соотечественников. И пока на земле победителей будет жить благодарное за спасенный мир и свободу поколения, пламя вечного огня будет гореть еще не одно столетие. Ахмад Халкичев, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня в День памяти и скорби глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов возложил цветы к вечному огню на Аллее Героев Черкесии памятнику советскому солдату. Вместе с ним в церемонии возложения участвовали члены республиканского правительства и руководство мэрии республиканской столицы. Участники торжественной церемонии почтили память павших годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Среди тех, кто с первых же дней войны стал на защиту Родины, было немало сынов и дочерей нашей республики. Более 15 тысяч воинов-выходцев из маленькой Карачаева-Черкесии были награждены боевыми орденами и медалями. 30 наших земляков стали героями Советского Союза и России. Семеро удостоились чести стать кавалерами Ордена Славы Трех Степеней. Сегодня памятные мероприятия проходят во все городах и районах Карачаева-Черкесии с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Никто не забыт, ничто не забыто. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Сегодня в поселке Орженикизовском у мемориала защитникам перевалов Кавказа прошло памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. На территории музея памятника захоронили останки 10 советских солдат. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В этот особый день для всей нашей страны мы не должны бросить их там на передовой, за холодной пропастью времени и забвения. Вот уже каждый год здесь у мемориала защитникам перевалов Кавказа вспоминают тех людей, кто спас нашу землю и наше будущее. От имени главы республики всех собравшихся поприветствовал заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Дмитрий Бугаев. Сегодня мы живем в мирное время. И солдатам, которые отдали свои жизни на перевалах Кавказа, они впервые обрели могилу. Вечная им память. Хотелось отдельные слова благодарности выразить войсковому движению. Ребята каждый год находят останки и продают их захоронению. Отдельная вам благодарность. В этот теплый июньский день война оставила глубокий отпечаток в судьбе миллионов советских людей. Председатель Совета ветеранов Карачаевского городского округа Ракай Алиев отметил, что сегодня нужно передать подрастающему поколению историю героизма наших предков во фронтах Великой Отечественной. Мы помним мужество и отвагу наших солдат, которые спасли мир от фашизма. Они будут примером для подрастающего поколения и предостережением для наших внешних врагов. Замечательные строчки посвятил защитникам перевала на Гиркубе. Позвольте их озвучить. Мы слились в одно солдатская отвага и эти гор ледовая броня. И вы назад не сделали ни шагу врагов жестоких яростно громя. Каждый год Союз поисковых отрядов России передает земли до десятка тысяч погибших, но не похороненных солдат. И сегодня 10 безымянных советских воинов обретут покой на этой земле. Также в памятном мероприятии принял участие мэр Карачаевска Альберт Доттаев, ветераны, военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии, а также сами представители Союза поисковых отрядов. Мы не смогли установить их имена. Мы не знаем их вероисповедания. Но мы знаем, что они с честью до конца выполнили свой воинский, свой гражданский, свой патриотический долг. Они отдали самое дорогое, что у них было – свою жизнь. И вот сегодня с воинскими почестями мы предаем их земле. Земле, за которую они сражались. Земле, на которой они погибли. И вот с почестями под залпы орудий ребята из поискового отряда передали земле останки советских солдат. После чего все собравшиеся возложили цветы к вечному огню и к захоронению. Сквозь годы, сквозь века должны мы помнить всегда о тех, кто ценой собственной жизни победил фашизм. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. МЧС информирует. Сегодня до конца суток и завтра в республике ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалом с тем ветром до 23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды. Но сейчас время прогноза погоды от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии вечером и во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 14-19, а в горах до плюс 13, а днем 25-30 и в горах местами до 25. В Черкесске вечером и в конце дня кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 17-19, днем 28-30 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В ходе проведенного открытого 8-го чата главой Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова было задано много вопросов по поводу бездействия и недобросовестного соблюдения должностных обязанностей управляющей компании. По обозначенным проблемам сегодня заместитель председателя правительства, министр строительства ЖКХ Евгений Гордиенко провел прием граждан. Альбина Ламкова продолжит тему. С 2017 года я пытаюсь добиться перекрытия кровли. Подъезд наш пришел в ужасное состояние. Я пришла к министру на прием, чтобы решить этот вопрос, потому что я была и в ЖЭО. Я обращалась в средства массовой информации, в социальные сети, и проблемы не решаются никак. Вся столярка пришла в негодность. В подъезде пахнет сыростью. У меня на этаже вообще плесень, хотя на этаже проживают несовершеннолетние дети. Видео было представлено Фатимой Теунаевой. По ее словам, кровля дома по улице Лободина, 70, в бедственном состоянии. Хотя и текущий ремонт был проведен, не помогло. Вода во время осадков стекает до третьего этажа. Дальше эта ситуация улучшаться не будет, вы же понимаете. Если с 2001 года у вас с ними такие отношения, где не реагируют, вы там каждый раз в разные инстанции обращаетесь, вы же дальше не будете так жить. Я к тому говорю, сейчас мы отреагируем, сейчас их призовем к ответственности, это все сделаем. Но с вам надо подумать, с жильцами, с своим костяком, как вы сказали. Может быть, вам надо перейти на ТСЖ? Данная ситуация сложная, но решаема. Ну а лучший способ устранения всех проблем – смена управляющей компанией или же создание ТСЖ, отметил министр Евгений Гордиенко. Медлить нельзя, дом может стать аварийным. Такие проблемы и недовольство к управляющим компаниям сложились практически у каждого пришедшего на прием. Вы, оплачивая управляющей компанией, имеете право от них потребовать что входит в стоимость услуг, которую они предоставляют. Они вообще были обязаны перед отписанием с вами договора предоставить вам такую информацию. Помимо этого, вы в договоре можете указать периодичность отчетности. Отчитался он, куда ваши деньги потрачены? Нет. Ну а зачем вы тогда делаете такую управляющую компанию? Преимущества у участников ТСЖ много, а самое главное, расходы и сбор денег за определенный период прозрачны, отметила Евгений Гордиенко. А тем более, если проблемы в доме не решаются годами. Сейчас они не выполнили свои обязанности, их оштрафуют. Оштрафуют, жилнадзор, ничего не могу сказать. Всех штрафуем, всех. У карточки зарплатных там у них, по-моему, нету, они все от этого уходят, но работают плохо. С каких денег они будут платить? С ваших же денег заплатят. Еще на эту сумму меньше вам сделают. И так будет постоянная бесконечность. Вам надо либо управляющую компанию поменять, либо создать ТСЖ. Надо сказать, что прием граждан по вопросам работы управляющих компаний проходил с участием руководителя управления государственного жилищного надзора Руслана Орусовой и главой фонда капитального ремонта Артура Качкарова, чтобы ответы были даны незамедлительно. Как, например, по проблемам в доме на улице Гутикулова, 22. Надо бы сделать нам крышку. Для капитального ремонта тоже проблема. Директор фонда капитального ремонта. Наш дом Гутикулова, 22, поднял сборы. И, соответственно, мы сдвинулись, наоборот, вперед. То есть с 23 года на 22. Наталья Поличенко осталась довольной встречей. Ответ меня устроил. И, в общем-то, получилось так, что и министр нас похвалил конкретно, наш дом, поскольку, в общем, сдача денег, то есть оплата коммунальных слух идет, в принципе, более-менее нормально. Хотя есть отдельные элементы. Но что делать? Деньги уже накоплены на этот самый капитальный ремонт и конкретно на крышу, которая, в первую очередь, нас беспокоит. На прием в министерство ЖКХ обратилось 26 человек. Наиболее обсуждаемые вопросы касались темы текущего ремонта, проводимые управляющими компаниями, а также капитального ремонта кровли, благоустройства придомовых территорий и переселения из аварийного жилищного фонда. Проведение личных приемов граждан позволяет руководству региона выстроить прямой диалог с людьми, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для жителей нашей республики проблемы, требующие вмешательства органов власти. По каждому вопросу были даны поручения, исполнение которых взяты на контроль. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Пять единиц современного медицинского оборудования приобретено в Карачаево-Черкесии в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения республики». Это три системы ультразвуковой диагностики и два аппарата искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии. Оборудование установлено в районных больницах Дагихабльского, Малокарачаевского, Рубского районов. Напомню, 2021 год Карачаево-Черкесии объявлен годом медицины. Руководство региона вырабатывает принципиально новый подход к комплексному развитию здравоохранения, начиная от первичного звена в ФАПов, поликлиник, заканчивая системными решениями по модернизации системы здравоохранения, внедрению новейших технологий. 25 июня на нашем телеканале состоится премьера фильма «Люди Газпрома». В «Газпроме» одной из крупнейших энергетических компаний мира трудятся тысячи человек. Их работа протекает зачастую в самых суровых условиях вдали от цивилизации. Три профессионала из разных уголков России расскажут свои истории в фильме «Люди Газпрома». Смотрите на телеканале «Россия-1» 25 июня в 17.15. Таким был вторник Карачаева-Черкесии. А прямо сейчас продолжение сериала «Эксперт». Приятного просмотра и ждите везде. Редактор субтитров А.Семкин